самые сочные самые нежные в мире картофельные зразы сегодня мы приготовили сырной начинкой у нас картошка с зеленым луком получается очень вкусно я хоть они еще горячие но я хочу показать как они выглядят разрезе ну вот такая вот красота у нас сегодня получилось я уверена вам обязательно понравится эти рецепты у нас два вида формовки на растительном масле и на крахмале я уверена вам понравится вы будете их готовить если вам нравится подробные пошаговые рецепты вы подписывайтесь на мой канал а я буду готовить вот такие вкусные кулинарные шедевры поехали всем привет с вами домашняя кулинария сегодня мы приготовим вкусные сочные картофельные зразы для которого нам понадобится 3 картошки если у вас остался пюре после вчерашнего ужина это будет идеальный вариант 3 картошки я делю на крупные кубики я нарезаю вот на такие крупные кубики просто для того чтобы они быстро отварились я закончила нарезать картофель ну вот посмотрите сколько картошки у нас получилось я сюда добавляю одну чайную ложку с горкой соли сюда же наливаю горячей воды ставим на газовую плиту вариться ну а после чего я обязательно покажу что мы делаем дальше для нашего рецепта нам также понадобится зеленый лук небольшой пучок зеленого лука который мы должны будем мелко нарезать весь нарезанный лук я переношу в мою свободную посуду нам для рецепта также понадобится сыр который мы натираем на терке неважно на мелкой или на крупной терке вы нарезаете чем тверже сыр тем мельче может быть только вот так быстро я на мелкой терке нарезаю 150 грамма твердого сыра я заканчиваю натирать сыр на мелкой терке сыр у меня в качестве начинки вы вместо сыра можно взять абсолютно любую начинку это может быть мясной фарш грибная начинка а может быть что нибудь растительное вот посмотрите сколько сыра у меня получилось а теперь весь сыр вот так вот я переношу в мою глубокую тарелку и мы переходим к картошку уже отварилась мы переходим картошки картошку уже отварили она вот такая вот мягкая и уже остыла я картошку должна буду понять тюре вот так хорошо потом мы помяли картошку я добавляю сюда одно яйцо и должна буду яйцо вмешать в картошку вот так вот в нашем рецепте яйцо это как связующее звено ну такая картофельная масса у нас получилась а теперь я сюда добавляю нарезанный зеленый лук вот так вот лук вмешиваю в картошку и последнее что нам надо добавить я добавлю сюда муку вы можете добавить любые специи которые предпочитаете с картошкой я добавляю муку три столовые ложки вот с такой небольшой горкой и у нас получится вот такой вот картофельное тесто как только всю муку хорошо вмешали картошку и мы начинаем формовать сразу а для того чтобы формовать сразу я приготовил немного растительного масла вот так вот смазываю руки маслом немного превращая в лепешку беру немного сыра и вот так вот собираю наши картофельные заразы вот такие красивые они должны получиться можно формовать их на крахмале крахмал в растительном масле тоже не подгорает например как подгорает мука это же очень удобно это можно делать как вот так вот на ладошке также и на разделочной доске и вот так вот картошку все края картофеля вот так вот я собираю вот такие вот красиво они у нас должны получиться ну а я ставлю сковородку на газовую плиту и буду параллельно жарить и формовать наши сразу также я покажу как можно формовать эти зразы на крахмале и для этого вот так вот обильно я посыпаю стол крахмала беру одну столовую ложку и аналогично будет формовать наши сразу это тоже очень удобно в масле они не подгорают и получаются вот такие вот красивые сразу подпыляю крахмала немного картофеля и все края собираю к центру вот такие вот два вида формовки получается не только красиво но и очень вкусно я заканчиваю формовать их можно параллельно и формовать и жарить но я вот закончила их формовать и начинаю жарить на растительном масле я ставлю сковородку на газовую плиту в которой у меня уже есть растительное масло и вот так вот выкладываю наши зразы я ставлю сковородку на газовую плиту в которой мы все не хотим Посмотрите, какие красивые они получаются. Я достаю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Ну а теперь на этом же масле я буду жарить сразы, которые мы формовали на крахмале. И вы увидите, что масло остается чистым. Ну вот, посмотрите, какие шикарные они у нас получились. Очень мягкие и нежные. Я снова достаю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. И покажу, что у меня получилось. Самые нежные картофельные сразы в мире у нас получились. Вот эти сразы, что мы формовали на растительном масле. Ну и вот такие у нас получилось, что мы формовали на крахмале. Получается быстро, просто невероятно вкусно. Я уверена, вам обязательно понравится рецепт. Вы будете готовить. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик. И делитесь рецептами в соцсетях. Всегда ваша, всегда с вами домашняя кулинария. Пока.